Здарова народ, с вами Джейдан, и добро пожаловать в игру Скайрим. В этом выпуске будет много разных модов, которые были взяты просто отовсюду, как и предложенные вами, и часто задаваемые вопросы в комментариях о том, какие у меня стоят моды. Надеюсь, на некоторые из них я смогу дать вам ответы. Погнали! Первый мод называется Штормовая молния, но он добавляет очень эпичную молнию во время дождя, эффекты которых вы сможете видеть даже вдали во время грозы. А если вы будете стоять рядом со штормом, то даже вас может ударить молния. Этот мод с марта месяца скачало уже более трех тысяч человек на Нексусе. Я же использовал его во многих своих сборках, в прохождениях, и просто добавлял в каждую сборку, как стандартный мод, который всегда должен быть. Требования у моды простые, но устанавливать рекомендую через мод менеджеры, где вы сможете выбрать эффекты удара молнии. Вот этот вариант самый лучший, который дает самый глубокий и мощный эффект, как и в самих тучах, так и в ударах молнии об землю. Сколько бы я ни бегал в Скайриме с модами на анимированное оружие, постоянно найдутся новобранцы, которые не будут знать об этом чудесном моде. Итак, анимированный арсенал, мод, который работает на динамическом изаменителе анимации, или, как принято говорит, дар. Устанавливаем сначала его, а потом уже данный мод. Что конкретно делает этот мод? После установки мода по всему миру Скайрима будут появляться рапиры, пики, алибарды, когти, холосты и многое другое. Все эти оружия будут обладать своими анимациями. Более того, их могут и будут использовать бандиты-мародеры. Проще говоря, этот мод добавлен в уровневые списки вещей, и будут появляться, как и любые другие предметы в игре. Вы также с прокачанным имперками кузнечного дела можете выковать любые виды анимированного оружия в любой кузнице или наковальне. Хороший и годный мод, всем советую. Следующий мод вышел буквально в прошлом месяце, и внимание, за столь короткое время его скачало больше 400 тысяч человек. Только на Special Edition. Это мод на улучшение звуковых эффектов. Проще говоря, этот мод соединяет два самых лучших в мире моды на звуки Скорима, которые до этого были несовместимы. Отсюда и мощный поток скачиваний, ибо здесь два мода. Первый был скачен больше двух миллионов раз, ну а второй еще больше. А этот новый мод еще и объединяет этих два глобальных мода. Но рассказать полностью про него не получится, потому что здесь очень много всего. Это надо прямо ощутить, поиграть с ним, посидеть наедине со Скоримом, почувствовать шерсть листвы, запах мокрого каджита и хруст откусившего лист маленького червячка. В общем и целом, 10 джеделайков из 10. Всем советую. Сколько бы я не создавал шикосексуальные, балдежные, лучшие видосы по Скориму, да-да, я постоянно выпачковываются комменты о камере. Ребят, это скум-камера. Стоит ли мне говорить, что у этого мода больше полумиллиона скачиваний? Помимо этого мода, есть еще один дополнительный, который настраивает этот же мод под еще новый пресет. То есть, по сути, это вторая альтернативная его версия. Может быть, кому-то это будет и удобнее, нужно потестить, поиграть, почувствовать пальчиками плавности и движения перса. Особенно с новыми анимациями и боевкой. В общем, это тот самый мод, который словно кубик в Тетрисе добавляет эпичности всему твоему Скориму. Лучше не скажешь. Следующий, это два новых мода, которые меняют одни и те же вещи. Поэтому выбирайте только один. Первый мод, это замена уникальных артефактов. Я думаю, что вы уже собрали все известные артефакты Скорима. Если же нет, то теперь они будут выглядеть по-другому. Нет больше одинаковых текстур клинков. У каждого артефакта будет свой неповторимый стиль. Из этого мода, мое любимое оружие, это щит Эйлой и друг Лесняка. Если вы не знали, или, может быть, не находили их в Скориме, то без этого мода они будут по виду вообще обычными. Но такой фасон этих легендарок мне нравится куда больше. Так же, как и второй мод под названием Уникальные Уникумы. Он меняет 11 артефактов Скорима. Но я думаю, что вы с ним уже знакомы. Потому как это самый популярный. И скачиваем мод на артефакты из всех существующих. Здесь же мне нравится только вот этот длинный молд. Это лучший его ретекстур. В оригинале игры длинный молд выглядит как простой орочий вонючий кусок железа. Ну а здесь, с этим модом, он становится поистине легендарным. И охотиться за ним, я думаю, что будет куда поинтереснее. Ну а если вы уже собрали коллекцию, то после установки этого мода будет забавно посмотреть на так знакомые вам артефакты. Но уже в новом формате. Хотели бы когда-нибудь в Скориме, ну например, не умирать? Нет, постой. Постой, друг. Друг. Я отдам тебе все. Забери. Забери все мое золото, но оставь меня в живых. Бандит такой. Ну, окей, братан. Так уж и быть. Ну и по итогу, твоя жопа будет спасена от загрузочного экрана, который в игре все портит на самом деле. Вот умер бы и умер, и пошел. Вышел с игры. Или сделал нового персонажа. Нет, я попаду на автозагрузку. И буду жив. Нет, братан. Это совсем не кул. Надо эту механику менять, и этот мод с ним отлично справляется. Не повезло, не осилил противника, так заплати. Нет денег? Тогда украдут твои вещи. Нет вещей? Тогда тебе притащат куда-нибудь в глушь и вы... Но это, конечно, совсем уж другая история. Сейчас не об этом. Великое оружие из Doom. Без сомнений, из всех существующих модов, этот, я считаю, одним из самых ярких и красочных в своей стезе. Если раньше такое оружие считалось не лорном в игре, то сейчас уже считается лорном. Почему? Недавно в трейлере к дополнению вратам Абревиона в ТСО показали Дримору Керла, одного из главных прислужников Мирного Садагона. И у Дримора был меч с похожим эффектом, как и у мечей демонов в игре Doom. Забавный факт, что такие варианты мечей беседка всегда прописывает к демонам. Если же брать в расчет рукоятку, которая может казаться неканоничной древним свитком, вспомните, как выглядит Атарнахи из плоти. По сути, можно сказать, что рукоятка из них и состоит. И еще у меча есть эффект Бладскала, уникального артефакта Солстейма. Ну короче, ребят, этот меч полностью вписывается в мир современного Скайрима. По всем его официальным законам. И самое важное, что я забыл, его происхождение. Меч можно выковать только в кузнице Атарнахов. Вот из таких ингредиентов. Так что в Скайриме можно не только находить уникальные артефакты, но и создавать их самому, владея немножко тайными знаниями Мирунуса и писаниями Обливиона. Следующих два мода на визуальный эффект чарок, который я бы хотел вам посоветовать. Мода 2. Выбирать, какой из них лучше, конечно же вам. Первый, возможно, вы уже знаете. Он вышел еще в 2К16 году. У него там скачивание на легенду и на спешл под 3 ляма уже перевалило. Так как этот мод остается одним из лучших для чаров всего Скайрима. Но в этом году вышел еще один мод, который изменяет визуальный чар. И как по мне, он получше. Ну или либо мне просто первый приелся, потому что я уже с ним играл очень давно. Второй же мод на чары называется Яркое оружие. Из всех эффектов, которые он дает, мне больше всего понравился, как сверкают искры. На зачарованном оружии, под дополнительный урон молниями. Вот этот визуал бросающих электротоков мне напоминает молнию Тора, Одина, Тауса Всемогущего. Поэтому из этих двух модов, только из-за эффекта молний, я, пожалуй, предпочту вторую версию. Ссылки на все моды будут в описании под роликом. Ставь лайк, пиши комментарий, какой мод тебе больше понравился. И как тебе новый выпуск вообще? И кстати, заходи еще в нашу группу ВКонтакте. Ну, а с вами был Джейден. Еще услышимся в новых роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok